Аккуратная одежда и спокойный внимательный взгляд. На скамье подсудимых Галина Татаркина. Женщина на преступницу совсем не похожа. Возможно, так подумали и те, кто когда-то давал ей взаймы. По версии следствия, Галина входила в доверие к людям и просила у них деньги на развитие своего хостела, мини-гостиницы. Дама занимала большие суммы на очень выгодных условиях и обещала выплачивать за пользование чужими деньгами высокие проценты. Деньги мне нужны были на короткий срок, в принципе, только для того, чтобы открыться, и потом я бы их отдала. Поэтому вот, я обратилась к этим людям, это было не в первый раз, в общем-то, всегда отдавала, проблем никаких не было. Вот они меня кредитуют, я открываю бизнес, бизнес приносит очень хорошую прибыль, в принципе, все работает. Во время интервью Галина рассказала нашему корреспонденту душещипательную историю. Якобы она взяла в напареньки двух мужчин, которые впоследствии отобрали у нее хостел, то есть переписали договор аренды на себя. Вот тогда-то платить по счетам подсудимой стало нечем. В деле потерпевшими значится аж 9 человек. Какое наказание и за что? За что мне наказание? За то, что у меня бизнесы украли. У меня нет других средств. Однако слова Галины – это лишь одна сторона медали. Бывшие партнеры должницы Роман Шамин и Дмитрий Веревкин рассказали, что как таковой прибыли при работе с подсудимой они не видели, а за аренду Татаркина не платила. Владелец здания, в котором находился хостел, расторгнул с ней договор и вызвал на серьезный разговор партнеров Галины. Выдвинул нам ультиматум, что, в принципе, у нее остались долги. Вы можете тоже либо съезжать, забирать это все в свое имущество, либо каким-то образом выплачиваете за нее. Компаньоны Татаркиной заплатили за нее 710 тысяч рублей владельцу здания и стали самостоятельно развивать хостел. Тут-то подсудимая и запела свою песню о том, что захватили ее хостел и расплачиваться нечем. Почти полгода шли судебные процессы, допрашивались свидетели и пострадавшие. И накануне все решилось. Постановлен обвинительный приговор в отношении Татаркиной, осужденной в совершении ряда мошеннических действий, в отношении граждан путем получения займов и невозврата денежных средств в течение длительного периода времени. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Удастся обжаловать приговор и вернуть ли свои деньги бывшие партнеры Галины? Об этом обязательно расскажут Сергей Каленик, Степаник Красов. Новости на ТНТ. Новости на ТНТ.